Обитаемый космос. Встреча Александра Гершона и Валерия Верязкина. Второй сезон. Сидя. Что-то там за доска какая-то с какими-то словами. Да, мне кажется, это что-то съемная квартира на Кипре в городе Пафос. И оно обставлено какими-то вещами из Икеи. Это арт-дизайн, квартирный дизайн из Икеи с разных сторон, разный такой. Он приятный, а там какие-то достопримечательности Лондона. Вот, Лондон Бридж, Трафал Гоу, Найт Бридж и так далее. Просто перечислено. Да, 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 просто перечислено. Пафосный сейчас, пафосный. Слушай, ну да, но я как будто еще не очень понимаю это место. Вот, то есть я здесь, ну у меня много онлайна, и я вот единственное, что как раз из таких традиций, которые мне понравились у нас сложилось, что мы вечерами с организаторами едем купаться ночью, купаться ночью. Это как-то такой приятный очень ритуал. А сколько это уже там на Кипре? Слушай, третий день уже. Ну вот трень у меня начинается только сегодня, вот, поэтому я как-то осваиваюсь, это как-то тоже хорошо, что я здесь. Хотя, конечно же, сейчас очень жарко. Я почти не выхожу из дома. А ты бывал раньше на Кипре вообще? Я был один раз на Кипре. Мы отдыхали с Владом, с Олей Кости. Давным-давно еще. Я даже не помню, какой год. Просто какой-то заехали на несколько дней просто в тепло, типа, ноги в море помочить. И я не помню почти ничего. Помню, что что-то такое южное. В принципе, и сейчас такое же ощущение, вот, что-то курортно-южное. Вот, не то, чтобы оно такое чем-то выдающееся. То есть, ну, наверное, даже и... Ну, здесь, наверное, это интересный момент, что Кипр, наверное, это мое поверхностное осуждение пока что. Пример такой вот многослойной и отчасти поэтому размытой идентичности. То есть, с одной стороны, они там греки, но нет, мы не греки, мы киприоты. И вот здесь там парк со всякими древностями. То есть, у них куча домов в центре, а не прямо вот с портиками такими и колоннами. То есть, с портиками под ним колонны. Вот. Это вот у нас стиль такой. А с другой стороны, понятно, что по-английски здесь говорят не меньше, чем на греческом. И понятно, что это, с одной стороны, ну, вот очень близко к Евросоюзу и очень большая интеграция. И в то же время это остров. То есть, это что-то совсем отдельное. И он такой средиземноморско-спокойный. Хотя, конечно же, здесь есть своя боль. Вот это разделение на северный и южный тип, на турецкий, и это своя боль. Но она как будто такая затикшая боль. Вот. То есть, просто вот разделение больше, чем конфликт. Просто разделение больше, чем конфликт. Но это все очень поверхностно. То есть, я общаюсь здесь со своими, ну, там, либо израильскими, либо еще с друзьями, которых я знаю из России, вот, и Украины. То есть, еще не... То есть, я не знаю местных совсем, не понимаю, если бы не общался. Я-то был вот как раз осенью, и тоже первой... В какой осенью? В 22-го... Даже какого? В 22-го года, да, когда война началась. Первый раз тоже я на Кипре был. Это Лимассон, там, это город называется. Ну, такое же у меня, да, впечатление. И я помню, что мне как-то... Ну, вот этот вот южный курорт, где так все как-то наплевано. Не особо-то чистенько прибрано. Ну, как-то мне как раз Израиль напомнила где-то. Архитектура в целом, ну, какая-то такая так себе. Ну, просто привыкнув, особенно вот... Ну, у нас здесь в Любляне как-то очень все чистенько. Ну, как-то очень бережно. Вот эта вот бережность. Как бы нет чужих пространств как будто бы в городе. Ну, имею в виду для горожан. Просто вот проблема таких мест, как мне кажется, что там где-то внутри, какой-то отель, дом там внутри, хорошо. А улица, она как бы ничья. Ну, или какая-то такая, она не моя. И там можно наплевать, можно как-то не очень об этом заботиться. И мне вот это вот не очень как-то понравилось в целом. Ну, а так, конечно... Да, ну, то, что ты говоришь про эту боль... Опять же, я там общался-то вот все-таки с тем, кто давно живет, там человек у меня приглашал. И он говорит, что действительно этот конфликт, он такой как бы затаенный действительно как будто. Ну, потому что вот из этой части, где он живет, ну, где, собственно, вот эта не турецкая часть, народ просто ездит туда в основном за покупками, потому что там все дешевле. И они так очень спокойненько туда ездят, и нормально, и отдыхают там, и покупают что-то. Но на уровне такого дискурса, истории, которые они рассказывают, конечно, они очень против. Это такое двоякое какое-то, двоякое отношение к этому. Ну, видишь, здесь, конечно, до этого мы не доберемся, потому что у меня в группе, естественно, русскоязычные люди, которые прибыли в последние годы тоже, то есть понятно, что либо из-за одной войны, либо из-за другой, то есть либо из-за израильской, либо из-за русско-украинской. Вот, и понятно, что это люди, которые в каком-то еще все равно переходном статусе отчасти. Хотя многим здесь нравится, многие нашли уже здесь себя на каком-то уровне. Но, мне кажется, вот этот процесс такой, как-то меняющейся идентичности, вот, это достаточно длительный процесс, естественно. Особенно с учетом, что есть много неопределенностей вот этого самого, неопределенности того самого будущего, о котором мы говорили уже, и что в этом понятно, что есть какие-то вот эти задачи, момента, задачи очень на небольшую перспективу, вот, и когда они получаются, это уже, фу, какой-то выдох есть у человека, когда есть такие кратко- и среднесрочные истории уже так более-менее разрешились. А с другой стороны, есть и такая открытость, да, там, что, окей, значит, можно устроиться еще где-то. Появляется вот этот момент, что если я уже один раз переехал и устроился, то, значит, я могу устроиться еще где-то. что вообще вот это не только катастрофа, на каком-то уровне катастрофы, но это и уже просто часть жизни, вот эта вот смена места жительства как такой, ну да, такой переход в идентичность. И все это проходит по-разному, мы как раз об этом говорим. Все это проходит по-разному. Ну да, но там просто много же факторов, потому что, с одной стороны, есть, ну, как фактор вот такой склонности, ну, вот как мы с тобой постоянно говорим, что мы там, у нас склонность к намадизму есть. Намадизму, да. Да, и вне зависимости от того, где мы живем, ну, там, будучи, ну, вот я, например, долго живу в одном месте, но, как бы, сама склонность все равно остается, да, я чувствую, что мне легко перемещаться, мне не нужно врастать и вкапываться куда-то. Денотип намадизма и фенотип намадизма, да. В смысле, денотип и его реализация. Может быть, гены есть, но они нифига не реализованы, потому что условия не позволяют. Да. Ну, а есть же еще аспект, ну, просто формальных обстоятельств. Ну, например, там, переехать одному – это одно дело, или переехать там, как мы вот вдвоем с моей девушкой, там, это одно дело. То есть, ну, легкие, как бы, условно говоря. А есть там вот переезжать с детьми. Ну, то есть, когда люди обременены вот с какими-то еще обстоятельствами, или, наоборот, с родителями, с пожилыми. Там, работа, опять же, мы такие вот сами на себя работаем, из любого места, как бы, ориентируемся на это. А кто все-таки более привязан, больше привязан к службе, к постоянной работе. И он привязан, причем, как бы, не только внешне, то есть, действительно, работу можно там, наверное, поменять, но внутренне тоже, да, человек привык именно встраиваться на какую-нибудь работу, чтобы его туда приняли, чтобы зарплату ему там платили. И вот здесь, ну, как бы, получается, что разнообразие такое. У каждого человека какая-то своя в этом судьба. Ну, естественно, да, я понимаю, что я вижу это. Но, опять-таки, то есть, гарантий нет, но то, что, как бы, позволяет, соответственно, все-таки находить варианты, это проактивная позиция. Ну, да, конечно. Только. Вот. То есть, как бы, при этом она не гарантирует ничего, но она, но только это может и куда-то везти. То есть, и понятно, что если мы относимся к этому как к беде или только как к кризису, это одна история, что мы относимся к этому не только как к беде и к кризису, но и как к приключению, это другая история. О, прикольно. Никогда такого не делал. Да, и это сложно, но особенно вот. То есть, оказывается же, что вот эти, что сама ткань жизни, вот эта вода, социальная вода, в которой мы как рыбки плаваем, она не очень заметна. И когда сменяется состав воды, все так, все не так, все по-другому, да. То есть, хотя это вот какие-то мелочи там, типа того, где там мусорные, как сбор мусора или что, как там в Португалии, из-за того, что каждый раз, ну, квартира-то должен отдельно заключать договор с электричеством, с газом. То есть, это отдельная история. Ну, и там, или банковская система в Израиле, которая вообще, она не для людей предназначена, она предназначена для чего-то другого. Даже не для зарабатывания денег. Она вот, я не знаю, какая-то вещь в себе абсолютно. Вот, при этом, ну, она как-то работает. Ну, да, люди живут и пользуются банками. Да, 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 да. Вот, то есть, вот это вот некая социальная водичка, в которой мы, социальные рыбки, стайками плаваем. И вот состав воды изменился, и все. Некоторые просто не выживают. Вот, а некоторым приходится переращивать, отращивать другие жабры. Ну, вот нормально. У них такие многожабренные существа, которые могут жить в разных водах социальных. Социальных, да. Ну, тут пресловутый стакан. Пол, наверное, или пустой, наполовину. Ну, потому что моя подруга, например, ну, беженка из Украины, да, с двумя детьми. Вот она, значит, там прожила фактически, ну, когда она прожила, там, полтора года, по-моему, какой-то уже достаточный срок. Понятно, что, опять же, в другой стране детей устроить в школу, там, все. И он как бы, на каждом шагу ты сталкиваешься с тем, что ты не знаешь чего-то, языка ты не знаешь, не знаешь, как все устроено. Пусть даже тебе там помогают, оказывают поддержку. Ну, все время идут в государство, там, пусть даже есть знакомые, которые там, родственники. Все равно ты все время на каждом шагу сталкиваешься с этой вот неизвестностью. Ну, и опять, как на это смотреть? Вот потом она там решает, ну, уже в своей истории, там, возвращаться там или оставаться, потому что свои плюсы и минусы. То есть ехать в Украину, ну, а там в Днепре, там постоянные прилеты. То есть это даже, ну, это как бы, ну, хуже гораздо там, скажем, чем в Киеве, хуже гораздо, тем более, чем на Западе. То есть все время там бомбятся. То есть, скажем, так же, как в Одессе сейчас. Ну, вот опасность там, реальная физическая опасность. Но кто-то выбирает, кто-то выбирает оставаться там, потому что все знакомо, все известно, все. Да, мы как-нибудь здесь приспособимся, защитимся, но вот зато здесь все известно, это мой известный мир. Потому что там вот слишком тяжело, вот там, за границей, где все другое. Ну, вот как ты говоришь, вся эта социальная ткань, она другая. Знаешь, мне кажется, здесь... Сейчас я просто доскажу мысль, да. И вот она как-то на какой-то момент там она решала все-таки, что ей-то вот как, что лучше. И одна из частей, которая... Ну, как она говорит, что вот я, типа, столько времени там провела, и, ну, как бы, и зачем, да. Ну, вот я в этой другой стране. А потом ей там, и, собственно, ее подруга говорит, слушай, ну, ты за это время, ты столько всему научилась здесь уже. Как раз ты знаешь, как все устроено. Твои дети ходят в школу, им тут нравится все. И ты уже знаешь, ты теперь уже... Ты знаешь, как снять квартиру. Ты знаешь, как сделать то. Ты знаешь, как сделать все. Ты это все знаешь. У тебя уже есть какая-то хорошая основа. И вот кроме того, что она может там теперь, ну, как бы, больше... Вот когда она там, скажем, выбирает сейчас все-таки оставаться там и уже, ну, как бы, опираться на этот опыт, то, что она уже адаптировалась там в достаточной степени, ну, по сравнению с тем, как она была сначала. А второй аспект, о котором ты говоришь, действительно, вот эта вот способность, что если я смогла так, ну, действительно, с таким, ну, это трудно, с двумя детьми и с маленькими, все это устроить одной там, да, ну, с какой-то поддержкой друзей и родственников, но все равно это, как бы, ей самой нужно, потому что муж там, в Украине. И она смогла это, она... И это сила определенная, это полный стакан наполовину наполненный. То есть это то, что есть, это тот ресурс, который есть. Просто его нужно себе как бы присвоить, вернуть себе его, вспомнить о нем. Да, я все это сделала, это я молодец здесь. И, значит, на это я могу опираться и в этой ситуации, и в дальнейшем это может становиться какой-то силой. Просто вот, да, я могу так, я так могу. Ну, вот, да. Знаешь, вот здесь есть, мне кажется, ну, такой многослойный, это многофакторная все-таки вещь, вот почему люди не уезжают. Потому что я вижу здесь очень много факторов. То есть это не только вот, что мы говорим про какую-то расположенность к акномодизму, да, но вот есть и, с одной стороны, действительно реальное чувство связи с Землей, которое, ну, допустим, у меня его, но оно не особо развито, оно, ну, как кажется, мне кажется, у тебя тоже. Вот с конкретной Землей, которой вот ты там в детстве принадлежал. Почвенник. Почвенник. Как человек почвенник. Чувство почвы, да. Чувство почвы. Вот, не издеваясь, а говорят просто, а как скорее, блин, у нас этого нет. Вот. Вот этот момент. Другой момент. Даже вот это когнитивное искажение, знаешь, вот это вот, когда людям сложно, ну, как бы бросить какое-то дело, которое уже невыгодно, вот, потому что мы уже долго этим занимались, бросить проект, который мы долго занимались, хотя он уже невыгоден. Но и мы столько вложились, я не могу выбросить все, что вложилось, что вот это вот прошлое и вот эта принадлежность, это действительно, это очень сложно. Как я брошу все, вот на что, во что я вкладывался. Даже, да, абсурд, войны же часто, ну, вот я помню, просто, я помню, когда выводили войска из Афганистана, еще в Советском Союзе, вот это же как раз получилось, что на мою армию пришлось это вывод войск. Это же были дебаты. Мы же 10 лет там воевали. Мы столько угробили жизней. И то, что это вообще ни для чего. Чего нас это научило? Похоже, ничему. Давайте, значит, типа продолжать. Мы не можем закончить, потому что мы уже столько туда... Ну, и потом точно так же американцы, у них такая же была, ну, как бы, дебаты про это же, в общем-то. Но действительно, это просто человеческая свойство. Ну, это когнитивное искажение, прямо очень известное, описанное за это Нобелевскую премию по поведенческой экономике получили как раз Канеман Судоярский. То есть, это именно про это. Они больше описали, но это вот одно из самых... И себя ловить на этом, тоже, как бы, периодически... Полезно. Ну, полезно, но сложно. Полезно, но сложно. То есть, знать вот это, свое когнитивное искажение. И где здесь? Это вот это. Вот нужно еще вложиться в отношения, или все, они уже закончились? Как это решить? И здесь нет решения готового, в том-то все и дело. Вот. То есть, здесь, ну, есть, понятно, что есть вот эти границы, да, то есть, понятно, когда что-то очевидным образом закончилось, и то там возвращаются какие-то флешбеки, да, а как же все-таки, может быть, нет. Вот. Столько же было, прекрасно. Вот. А вот признание того, что что-то завершилось, или что даже, может быть, не потому, что там, естественно, это произошло, а вот просто обстоятельства так сложились, или там чужая злая воля к этому привела, что вот все, ситуация изменилась, и я в ней. И признать это, и отправиться, это действительно непростая история. Здесь как раз один из аспектов, на мой взгляд, важный, это как раз то самое проживание и горевание, вот этого прощания с прошлым, которое по-прежнему ценно, но которое уже не может быть живым, уже не живое. Вот. И вот это признание того, что это уже не живое, и признание того, что было ценным, и выход к этой благодарности, это прям целый процесс, как раз тот процесс, в котором ритуалы играют первичную роль, потому что вот этот сам процесс горевания, он очень сложный. То есть, как это, печальные животные не выживают, да, то есть, ну, ну, там должно быть еще куча дисклеймеров, но вот эта вот история, что, а люди, они могут с этим справиться, вот, в некоторых условиях, в некоторых случаях, вот, но это прямо отдельный особый процесс. Я как раз вспоминаю, вот, я это уже рассказывал в первом нашем вот этом подкасте, но так как был этот обрыв, это не вошла часть, как-то... Ты не полностью рассказал, я заметил, ты не полностью не все рассказал про кладбище там и так далее. Про кладбище, да. Мне жалко стало. Да, и мне, и я уже тоже потом смотрю, я же забыл наше следующее кладбище. Давай, может, в этот раз получится. Ну вот, да, то есть мы, у нас получилось, что вот собралась эта группа наша и все приехали, понятно, со своей вот бедой, со своей вот этой разорванной жизнью как раз. То есть вот есть белорусы, у которых разорвалась жизнь еще в 20-м году и они уехали, как бы они такие изгнанники фактически, потому что они бы рады вернуться, но они как раз не могут, потому что их тут же там арестуют. И они горюют по этому поводу, потому что они как раз не предполагали никакой номадизм для себя. Они были вынуждены убежать действительно оттуда. И, значит, украинцы, которые, в принципе, могут вернуться, но понятно, что, ну, как бы страна разрушается. Вот кто-то может, кто-то не может, кто-то не хочет. то есть, как бы, вот опять же, разные обстоятельства. Опять же, жизнь разрушена, вот прервана, это связь времен. Вот. Ну, и я вот тоже, значит, такой же русский, который, у которого тоже все прервалось там. Ну, и вот, получилось, что мы на обеих, в обеих, как-то, в обоих городах, и в Варшаве, и в Вене, на кладбищах устраивали такие процессы. Они были, каждый процесс по-своему организован, потому что здесь очень важно, как раз, что само место, оно как бы тоже предполагает какие-то, порождает какие-то формы. А у нас еще в Варшаве же были израильтяне, как раз так, израильтяне, которые приехали со своей разорванностью, вот там, после 7 октября. И мы были на еврейском кладбище в Варшаве. А в Вене мы пошли на обычное кладбище такое христианское, но нашли внутри него буддийское кладбище внутри большого христианского кладбища. И каждый из них, понятно, предполагал какой-то свой ритуал, но общая идея была, идея была общая для обоих. То есть, мы выделили какие-то свои каждый, какие-то фрагменты, вот, а где мы чувствуем эту боль, вот в чем, вот что именно разрушилось. И пошли поискать какие-то символизирующие это объекты. Вот у меня здесь шишка, например. Там какие-то каждый находил что-то свое, и потом это сложили в одну такую инсталляцию общую. Вот это было очень важно, что, с одной стороны, у каждого это своя боль, и она очень отлична от боли другого. Какая-то своя история, каждый потерял что-то свое. Но мы складываем это в общее. Ну, и там потом еще каждый рассказывал, что связано с этим какую-то свою историю. Люди там и плакали, вот это вот горевание как раз. Ну, а получается, что один рассказывает, а другие все слушают, они это воспринимают. То есть, получается, другие становятся таким вот контейнером, который это могут обнять и, ну, как-то, условно говоря, согреть это. Плюс еще из этого рождаются какие-то взаимодействия неожиданные. Например, один из моих артефактов, он символизировал Россию вообще в целом. Вот мои отношения вот с этой большой страной, где я родился, вырос, и которую я потерял. Ну, вот, Россия, которую мы потеряли. с которой я сейчас не могу иметь каких-то отношений. Ну, тех прежних, которые были. С этой частью трачено мной. Ну, и вот у меня там был мой предмет, там такая ракушка была. А один из наших участников, белорус, он там как бы тоже свои какие-то штуки взял, и он какой-то нашел такой вот сосуд, который может как будто в себя вбирать вот какую-то боль. Это он так вот как-то символизировал вот для него был. И, в общем, он там свое что-то положил, потом другая наша участница из Украины, она туда в его сосуд что-то положила, говорит, пусть мое вот туда тоже идет. И он такой, и он мне говорит, ну, давай Россию тоже туда, кидай Россию туда. И вот это вот, когда это еще становится какой-то, ну, видом перформанса в каком-то смысле, да, то есть это еще какая-то история разворачивающаяся, вот она рождается из нашего диалога еще. И, например, юмор, он тоже вот рождался как часть этого. То есть и горе тут, но есть еще какие-то действительно аспекты, то есть люди и плачут тут, и тут же посмеялись, и как-то все это собирается въедино. Ну, и плюс ритуал там включения там тела, вот, например, мы там уже в Вене, так как там была эта ступа в середине, а то и мы на ступе, буддийская ступа, мы вот на ступеньках этой ступы все делали, но потом какое-то у меня родилось предложение, родилось предложение, естественно, из этой вот буддийской традиции там есть вот эти обходы, да, вот нужно обходить что-то вокруг. И мы обошли, причем включая туда более такой чувственный опыт. Ну, это было же лето, день, и хотя солнце как бы было за облаками, но все равно оно согревало. Вот первый обход мы совершили по каменным плитам, по каменным плитам. И они такие теплые, и я предложил босиком это сделать, мы прошли босиком, и вот это тепло. Потом следующий круг чуть дальше, там гравий. гравий, он острый. И вот эта встреча с болью, она не супер, какая сильная боль, но если идешь босиком по гравию, по этим камешкам, они острые, и это больно. И включить сюда боль вот эту. А следующий уровень, там трава, там вот этот вот газон, трава, это живое, это вот такое прохладно-живое, ты чувствуешь, ты идешь по ней и чувствуешь. И вот три таких обхода. И вот эта как бы включенность вот этого очень физических, чувственных аспектов, но одновременно с этим еще и символизирующих что-то. Этот символ, который можно прожить, вот, что символизирует эти теплые плиты, что символизирует острые камни, врезающиеся, вот эта боль, и что символизирует эта живая трава. Это переживаемый опыт. То есть, пока я сейчас это рассказываю, оно просто рассказывается, это как слова. Ну, понятно, что это можно с этим соотнестись, как-то представить себе этот опыт чувственно. Но все равно, вот, когда ты это проживаешь, это как-то по-другому все переживается. Вот это то, о чем ты говоришь часто, когда смысл переживаем, когда он не просто понимаем интеллектуально, а переживаем. Вот здесь это. И вот такое включение виртуалов. Ну, и потом мы там делали еще простирание, тоже как в буддийском таком ключе. Вот. А, соответственно, в Варшаве на еврейском кладбище там по-другому было устроено, потому что другое место и другая какая-то, не знаю, там, другая атмосфера. Вот. Но вот это, когда все собирается вместе, получается, что есть вот эти, есть жизнь просто, которая разорвана. мы находим какой-то физический объект, который символизировал бы это. Потом мы создаем что-то общее из этого, вот опять же, разделяя это, причем разделяя не только на уровне истории, слов, рассказа, а на уровне прям какого-то вот создания какого-то вот творческого процесса, вот как оно друг с другом взаимодействует еще. но потом мы там это все еще разносили, находили какое-то новое место для этого, потому что мы не забирали это с собой, найти новое место или как-то что-то вот уже для своих этих объектов. И вот эта вот общность какого-то, ну, общего ритуала, куда включена какое-то, ну, действие физическое. вот оно все, как будто оно собирает это, оно сильно делает это как-то целым, как будто, делает это целым. Вот как будто эта разорванность жизни здесь, вот как ты тогда сказал, мне очень понравилась эта метафора, мне кажется, очень точность, живая, мертвая вода. Вот мертвая вода как признание, признание, что это умерло, что это ушло, что все. И мы этим признанием поливаем. Но вот эта общее принятие и общая какая-то доброта и слушание, и общая поддержка какая-то, это, конечно, живая вода. Причём, как бы, что-то сильно это не индивидуальный ритуал. Можно, конечно, индивидуально такое делать, но групповые процессы, они, конечно, это очень сильно усиливают, потому что мы можем это разделить друг с другом, действительно. Вот это вот другой, как огромный поддерживающий фактор здесь. Как раз вот это вот сочетание этого всего, совмещение, когда мы вместе это делаем. Каждый свою отдельную историю сюда вкладывает, в какую-то общую нашу историю. Люди приехали из очень разных мест, они большинство не знали друг друга. То есть я их там всех знал, они друг друга не знали, но вот оно собирается в какую-то, пусть кратковременную, но общность, в какую-то семью фактически, вот когда мы действительно можем... Больше племя, наверное, чем семью. Да, да. Вот. Это немножко другая роль, род связи. Слушай, но я как раз об этом и хотел сказать, что здесь одна из ключевых вещей это такой, то, что это именно групповой ритуал, он обладает особой силой. Начиная с того, что групповая фокусировка на тени, даже вот еще за пределами каких-либо действий, обменов. Сама даже групповая групповая фокусировка на теме. Мы сосредотачиваемся, мы разделяем вот этот вот тонкий невербальный язык, которым мы существуем вместе, когда мы просто сосредотачиваемся на этой теме, или просто настраиваемся, сидим, допустим, медитацией. Это уже начинает что-то делать. Если у нас есть разделяемые смыслы, как говоришь, истории, символы и так далее, есть разделяемые переживания, каждого индивидуально, но они точно находятся, опять-таки, в общем, в поле разделенном, то это действительно вот то, как это и работает, что вместе все, что какое-то физическое действие, вот это три разных круга, одновременно символическое действие, мы замыкаем этот опыт, мы замыкаем, то есть создаем вот этот круг, как еще один контейнер, вот этот обход, потому что тоже, я вспомнил сразу же, что один из ритуалов в аутентичном движении, не только когда мы делаем этот спраутинг, но еще один ритуал в аутентичном движении, оттуда же и пришедший, проходим, делаем круг по комнате, чтобы создать вот этот контейнер, это одновременно и символическое, в то же время действительно вот очень ясное переживаемое действие. Вот это вот все работает. Опять-таки, еще раз, что при этом очень важный момент, что это живой ритуал, то есть это не просто традиционно, это не то, что мы каждый год приходим на это кладбище и делаем этот ритуал. Нет, это вот создано, это одновременно какое-то приключение, какой-то квест очень особый. вот это вот все вместе. И действительно, для таких вот больших разорванностей очень важно, чтобы это было вот это племя, которое это делает. Прям племя, которое это делает. И знаешь, здесь есть разница между действительно групповыми и индивидуальными ритуалами. Наверное, самый такой большой пример такого индивидуального ритуала, это же в искусстве я имею в виду у Тарковского жертвоприношения. Жертвоприношения. они как-то там немножко слились. Да, когда Янковский, герой Янковского идет вот с этой свечой по дну высохшего бассейна. Потому что при этом это очень завязано на большую какую-то историю, что это может спасти мир. И непонятно в итоге, поскольку это индивидуальный ритуал, что же произошло. То есть, как спасется мир или нет. Ну, в этом есть великая сила искусства такой вот как-то. А я остаюсь с вопросом относительно жизни. Но мне кажется, что групповой ритуал при этом он как-то чуть-чуть, ну, не то, чтобы нас оставит с ответами, но, по крайней мере, мы как будто не одни можем остаться в этой ситуации. В этом тоже есть что-то сильное. Вот. поэтому, да, групповой ритуал на актуальную такую значимую тему и именно как раз вот этого, как взять из хаоса, ну, вернуть из хаоса какой-то кусочек в космос человеческий, в первую очередь космос человеческих связей. Ну, это, да, такая задача. Интересно, я сейчас как-то вот ты сейчас сказал, вспомнил про это Немковского, Тарковского, ну, вот, что этот его индивидуальный поступок, индивидуальный ритуал, он должен спасти мир. И это, соответственно, возвращает нас к архетипу спасителя, да, вот, спаситель мира, он вот некий избранный, да, вот там, не знаю, Христос, Нева, Будда, там, еще кто-то. И такие отношения, как бы, индивидуума и мира, индивидуум делает вот какой-то свой, какой-то, ему нужно вот совершить свой героический путь. А когда у меня индивидуальное горе, мое горе, моя жизнь разорвалась, получается, что мне нужно как будто, ну, вот сейчас, то, о чем мы сейчас говорим, мне нужно позвать мир к себе, то есть, через других людей разделить это. То есть, это все какие-то отношения в обе стороны, а единица, я как единица, человек как единица, и мир как множественность. То есть, оно как будто, вот, если я иду спасать мир, мне нужно себя в это включить, как вот, я как единица, а если мне нужно свое горе как-то, не знаю, интегрировать, пережить, как-то его согреть, соединить вот эту свою разорванность, то мне нужно позвать мир к себе. тут какое-то такое движение. Знаешь, мне кажется, вот здесь есть какое-то место для несдвойственности, что с одной стороны, вот это любое мое переживание, оно очень индивидуальное, может быть, очень особое, потому что оно действительно будет отличаться от других людей, и одновременно, то есть, очень важно его разделить. То есть, вот здесь, мне кажется, вот такая очень человечная недвойственность, что мы в такого рода переживаниях, совместных проходах, ритуальных проходах через вот эти зоны хаоса, мы одновременно, наш опыт очень глубинно личный и одновременно коллективный, групповой. И это вот здесь как раз вот этот такой язык разделяющий, он заканчивается, это вот взаимовозникновение интербинг индивидуальности вот отдельного опыта и группового опыта, что оно одновременно возникает, изменяется, проходит. То есть, вот здесь, мне кажется, это такой очень любопытный момент. Понятно при этом, что внутренняя картина будет, внутренний путь может быть разный, что где-то я больше чувствую себя отделенным, где-то я где-то растворяюсь, но вот то, что это одновременно и то, что оно недвойственно, в этом какая-то для меня большая правда. но и там же, по-моему, мы путаем сейчас, нужно будет проверить. вот эта притча о монахе, который поливал дерево. Да, в каком-то из них либо в ностальгии, либо в ностальгии. Да-да-да. Что он там? Там палка, на смысле, какое-то это было сухое дерево. Сухое дерево, он его долго-долго поливал, это был его, собственно говоря, была его практика, как мы сейчас назовем. Вот, и в итоге это сработало так, что то дерево через какое-то время зацвело. Монах был. Угу. А вот, если вернуться к нашей программе, в смысле, посмотреть в нее, туда в будущее не вернуться, в будущее посмотреть, мы там вот хотим что? Мы хотим делать несколько видов ритуалов. У нас есть ритуалы перехода, то есть, когда, как ритуал отпускания и памяти, то есть, вот то, о чем мы сейчас говорили. То есть, чтобы, словно говоря, склеить жизнь разорванную, то нам нужно, получается, ее отпустить, вот это, полить это мертвой водой, и потом полить живой водой. И это как такое, ну, все-таки, это действительно какое-то одноразовое действие, ну, значит, что вот как действие очень специфическое. А второй вид ритуалов, это как раз повторяемые ритуалы, то есть, это то, что воспроизводимо, то, что выстраивает какие-то структуры жизни. Вот если мы говорим, что у нас идея восстановления такого-то космоса из хаоса, да, вот при этой общей разорванности, хаотичности, фрагментарности жизни, которая возникает, создавать структуры, которые могут поддерживать нас, и тогда здесь определенная ритуализация, но опять здесь очень важно, что это не просто какая-то рутина каких-то формально повторяемых действий, а этот ритуал, он состоит в том, чтобы мы наполняли это вниманием, что это было живое, вниманием символизации, сознанием своим, пониманием смысла. Ну, смотри, примером же вот этих повторяющих ритуалов являются сезонные ритуалы, они, конечно, с одной стороны очень завязаны на тот образ жизни, который есть у людей, то есть чем они занимаются, чем они пропитание добивают, добивают, но не только, и там основной смысл это как раз я согласую себя или мы согласуем себя с миром, вот с этим движением мира, и это, мне кажется, один из ключевых моментов, что вот эти как раз ритуалы, это другой способ, что вот эти мои рутины, это я себя согласую с миром, вот это вот с этим движением по колесу вода или каким-то другим движением. Ну, кстати, колесо дня, я вот когда-то еще достаточно давно, вдруг как-то так увидел, вот же день, вот же оно, колесо-то, и как раз получается, что чем важно тогда, как я начинаю, как я завершаю, вот у нас сейчас там это вот ежедневные утренние и вечерние встречи, вот такой ритуал встречи, и это и совместность в этом есть, и, ну, вот индивидуальность, опять же, каждый, кто приходит, вот он, ну, и там смысл весь этой практики, которую мы закладываем туда, там, много смысла. Да, 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 ну, да, у нас был как раз один из таких моментов, такой большой перформанс, который мы делали в Харькове, он был как раз построен на этом, то есть у нас там были, он длился день, и там были истории из детства, вот определенный момент мы рассказывали истории из детства, такой момент, из подросткового возраста, какой-то момент, зресло, какой-то про смерть, то есть прямо вот мы, и это включалось в колесо дня, прямо мы там специально завернули один круг в другой концептуально, вот, поэтому это, безусловно, одни из связанных таких вещей, и хорошо вот эту фрактальность мира на уровне вот этих циклов разных, ее знать и чувствовать, восхититься ей интеллектуально, вот, и почувствовать ее телесно, да, что я вот проживаю и в этом смысле, конечно же, там ритуал утренней, встречи дня, ну, ну и так далее, то есть, хотя бы там утренний и вечерний, это уже то, что может задавать. Значит, у меня еще одно, как будто еще добавление такое, у меня на последнем тренинге в Израиле, где у нас как раз был, мы работали с анимой и анимусом, анима, анимус и самус, да, это завершающий цикл работы с архетипами был, и я вдруг, то есть, вдруг, то есть, это вроде бы одна из вещей, лежащих на поверхности, но как-то я с ней встретился, вот это как раз по поводу отношений, что в принципе, вот, ну, если мы говорим каких-то ритуалов перехода, то один из таких ритуалов перехода является брак, да, в традиционных сообществах, да, и что, это же, ну, вот, а мы же как раз про связь мужского и женского, как вот этих божественных энергий, кавычка, вот, про иерогамию, иерогамию, священный брак, вот, вот это вот, нет, это всегда нужно делать некий эксклюз, потому что, ну, а если я не могу отождествить человек, не может себя отождествовать с мужчиной и женщиной, как он тогда себя ощущает выброшенным за пределы этой, этой лодки жизни, вот, это не очень хорошо, вот, но, я вдруг встретился прямо там на группе, когда во время круга встретился тем фактом, что в принципе, вот эта вот идея, что брак это священный союз, она настолько выхолощена, то есть, настолько далеко от социального института брака во многом, да, то есть, что даже там как-то ровно наоборот, что, ну, что там какие-то ритуалы церковные, они нужны, чтобы поддержать бытовой брак, а не то, а не наоборот. Вот это не понял, что не наоборот, что? что наш как-то наш союз священный служит божественным целям, вот это вот наоборот. А тут нет, мы прибегнем к церкви, чтобы она поддержала наш простой человеческий союз, сделала его более надежным. А, блин, опять не получилось. Вот, ну, вот этот момент, то есть, мне показалось, что то, что вот здесь измерение священного, оно вообще как-то ушло, причем так очень сильно отмелела вот эта река священного в этом месте. Я удивился этому, ну, то есть, ну, то есть, как будто я с этим настолько не встречался вот напрямую. Это вопрос, была ли она когда-то эта река полноводная? Или все-таки вот ты говоришь, что мы обращаемся к церкви, чтобы она как-то подтвердила наш бытовой союз? А было бы другому когда-нибудь? Кароматическая часть меня считает, что была, по крайней мере, в некоторых случаях. Очень хорошо, если не было. То есть, у нас есть задача вернуть туда священное измерение. Очень хорошо, если не было. Потому что ведь, ну, как бы, если вспомнить любую традиционную культуру, там, как бы, всегда вот эти вот, ну, браки, в основном там заключают родители, женят детей, там, часто это в очень совсем каком-то детском возрасте, в смысле, уже как-то они там запланированы, потом они достигнут, ну, там, в идее, например, достигают определенного возраста, они уже, все, они уже готовы, муж и жена. Ну, а и все, что ритуально обставлено как-то, религиозно, ну, оно действительно обслуживает вот это, оно обслуживает это, и так это в любой традиции, в любой культуре. То есть, уже вообще, в принципе, вот этот вот сам романтизм, ну, любви, романтической любви, когда он так как-то начинает доминировать, хотя бы это становится таким импульсом для людей, что не просто из-за хозяйственных нужд они совместились, а что у них есть это чувство друг к другу. Ну, это вот уже изнутри идет, а вот в этом, может быть, уже какая-то, ну, хотя бы аспект влюбленности, вот это... Ну, я скорее имел в виду, что, ну, такой как а-ля тантрическая история, что любой союз, в этом смысле это союз живой шапки. Вот. Вот это вот я имел в виду. Ну, это же нужно, чтобы человек как-то это чувствовал. Да, Сначала бы он это чувствовал, а потом он это бы оформлял там как-то. Я, кстати, еще в детстве, ну, живя в Советском Союзе и испытывая какую-то необъяснимую тягу к восточному... Романтическую тягу к востоку. К востоку, да. Я выискивал что-то какие-то разные... Пытался там книжки находить, и одна из книжек это была... Сейчас, честно говоря, не помню, но это были какие-то мифы или там сказки вот индийские. И я там выловил такой часто повторяющийся мотив, что вот эти люди, какие-то, значит, мужчины и женщины, там, они женились по обряду гандхарвов. Ну и там были эти сноски, что же такое по обряду гандхарвов? Ну это фактически без разрешения взрослых. Ну в смысле, что влюбились, влюбились и стали вместе жить. И каким-то вот странным образом, ну в смысле странным для этой культуры, которая очень такая традиционная, где папа с мамой должны всё решить, это становится священным. Потому что... Другим ритуалом. Да, потому что оно не связано как раз с хозяйственными нуждами. Это мальчики и девочки влюбились. Они вдохновлены этой божественной силой любви, стремлением к ней. И они идут как раз против социальных установок. И это определяется как священное. Ну вот да, здесь вопрос такого акцента, откуда мы смотрим. Мы смотрим внутрь, как вот рождается это. И чем мы это наделяем. Сильно оно выяснилось, это сильно архетип какой-то глубинный. Есть ли у нас какая-то связь внутренняя с этим. Ну вот как ты говоришь, вот Шива и Шакти, что это в каждом в каждых отношениях может быть? Она может быть, если мы это так... Если что, собственно говоря, вот это, понимаешь, вот это и есть интересный вопрос. Потому что, ну, как бы это обеспечивало традиция практики, вот некая передача вот этого, в определенном смысле это обеспечивало, и как мы видим, перестало обеспечивать по разным причинам. Вот. И ну, потому что опять, ты, мне кажется, романтизируешь какие-то традиции. Вот где это было? Что это было такое? В смысле, ну, может быть, это очень локально где-то было. Да. Очень локально. Но если взять большие социумы, ну, как бы, мне кажется, это всегда было такое очень рационально-хозяйственное такое задачи в этом, выживательное. Вот. Для человечества обидно. обидно. Вот. Мне кажется, что вот есть хоть какая-то позитивная повестка. Ну, мне кажется, что все равно это сохраняется, как раз, как ты говорил, о том, что когда люди чувствуют себя ведомыми великой силой, даже если вот называют, которая называется любовью, и вот это есть реализация любви, вот, в которой есть вот это божественное измерение, то тогда это одно и есть. Но оно действительно плохо поддается оформлению, чтобы эта форма все время оставалась живой. Это что-то совсем другое. Да, мне кажется, знаешь, почему плохо оформление? Потому что, ну, вот, если говорить от любви как влюбленности людей друг к другу, то там ведь она как бы какими-то волнами происходит, она там, ну, как-то она понятно, что может принимать форму страсти поначалу, например, да, часто это какое-то влечение такое, вот, эротическо-сексуальное, именно, вот, страсть такая, ну, если она, особенно, если она обоюдная, то есть, ну, вот это случается. Окей, и можно это оформить, обряд Ганцхаров, обряд кого-нибудь еще там, что мы оформили и живут люди эти вместе. Ну, теперь живите вместе, долго и счастливо. А получается, что внутри-то это начинается меняться, и там уже, например, страсть уходит, естественно, образом, просто за счет там какого-то привыкания и еще-то за счет того, что там эта лодка любви бьется об скалы быта постоянно. И это надо тогда как-то удерживать или не удерживать. А тот раз и влюбился в другого, страсть уже к другому. А это как теперь, это куда теперь поместить, да, это тоже надо оформлять как-то. Это одна и та же любовь божественная просто к разным людям или это разное? Вот, и в социальной структуре, которая, в общем-то, хочет оформлять все это, особенно, когда это связано с рождением детей, социуму нужно контролировать рождаемость. Ну, так или иначе, его там увеличивать, уменьшать, но как-то его, что-то не должно, оно быть как попало. Для общества это важно. Представляете, что вот здесь тогда мы входим в этот конфликт. То есть, зачем следовать? Вот это вот, эта эротическая сила, божественная, ну, а как ее оформить? Вот действительно тогда, как ты говоришь, сложно оформлять ее, потому что она входит в конфликт социальными установками многочисленными. А еще и социальные установки, социум же, как бы, он меняется, а установки, он уже давно изменился, а установки еще живут. Ну, они тоже меняются, просто, как это, там, с перехлестом. С перехлестом. Вот, да, ну, то есть, как бы, уже обстоятельства там изменились во многом, жизнь изменилась, людей там, устройства жизни изменилась, там, например, технологии внесли, там, что-то огромное новое количество возможностей, а стереотипы видения, как должно быть, они еще продолжаются. Ну, вот, ну, моя-то идея была просто в том, что, если мы говорим, что во многом, или там часть, по крайней мере, нашей работы, это возвращение этого измерения сакрального в человеческую жизнь, что это важная часть нашей работы, не все далеко, да, иногда это просто, там, работа с чувствами в моменте, да, или с раскрепощением тела в моменте, да, то есть, это немножко другой уровень, но в том числе, часть работы, на мой взгляд, ну, меня точно про это, это вот про вспоминание, возвращение вот этого измерения, и что вот эта зона, она одна из самых сложных, и поэтому интересных. Это зона именно любви. Отношений, да, или даже брака, да, вот такой длительный. Любви и брака. Да, 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 целая зона, серая, разноцветная зона любви и брака. Area, зона как area, что-то аристское. Ну, вот это, кстати, это интересно вообще, отношение энергии, что ли, архетипической силы какой-то, да, вот сила, которая просто вот как энергия сегодня переживается, ну, как сила, окей, и форм ее реализации. Ну, ты знаешь, но похоже, это вообще отдельная тема такая, вот, любопытная. Отдельная тема чего? Ну, она частика для подкаста. Ну, в смысле, новую серию запускать на эту тему? Да, про священный брак. Священный союз. Священный союз. Ну, окей, это, вот это мне сейчас пришло, что эта тема может быть. Она для меня вырастает из ритуалов, как раз. Да. Тут, ну, вот, если так, священный союз, чего, с чем, кого, с кем. Вот здесь священный союз. Пока вот вопрос. Нет, вот смотри, что у меня рождается. Священный союз, вот этой архетипической силы и формы, в которой она выражается. Союз Бога и его аватара. Опять, если взять индийскую традицию, там вот есть эти, там, Вишну, предположим, это некая сила. Но он воплощается в разных своих аватарах. Например, Рама, это аватар Вишну. Кришна, аватар Вишну. Ну, там по-разному можно предпретировать в разных традициях, там, уже внутри этого индуизма. Но, в принципе, мне кажется, там главная такая идея, что вот есть сила, она, ну, как бы, она еще не оформлена, она на безличестве. Это какая-то вот просто энергия. И ей нужно найти эту форму, реализации. Соответственно, приходит вот некий, рождается некий человек, который несет в себе эту силу, в большей степени проявляется. Ну, это опять же, все равно это мифологическая, эта история. Получается, что каждый из нас несет ведь много сил разных. Ну, как бы, какое-то количество. И нужно находить формы, еще и совмещать их как-то, потому что они часто начинают в разные стороны растягивать. И это тогда действительно очень связано с определенной сознательной ритуализацией такой вот. Не рутинизацией, а ритуализацией. Чтобы смысл был оформлен как-то. Это большая задача такая человеческая. Ну, что же. Нужно быть на этом месте про большие человеческие задачи. Да. Ну, и опять же, заглядывая вперед, мы собираемся этому все посвящать собственно нашу программу. Да, да, да. То есть, как раз где есть место для ритуализации и как ритуал, как такой действительно способ пройти через какое-то вот горнило хаоса, а где это вот этот ритуал, который помогает продолжать создавать космос человеческой жизни. Ну, и наша задача вообще как бы вот в сторону как раз зайти уже не как сейчас мы в разговорах, а как раз прямую создать это. Напрямую. И чтобы, то есть, получается, что мы хотим с одной стороны, чтобы сам наш процесс там вот десятидневный, он, это фактически такой большой ритуал, которым что-то много может произойти трансформирующего и оживляющего и собирающего, склеивающего вот эти разорванные там части жизни. с другой стороны, там может появиться видение, а как это в своей жизни создавать. Просто сам вот этот способ, что действительно, если у нас есть, ну, даже этот аспект, который мы сейчас говорили, что есть какие-то энергии жизни, требующие каких-то форм воплощения. Если мы научаемся хотя бы видеть, как это может быть, то потом мы можем пытаться это делать самостоятельно в своей жизни. Да, поэтому да. В октябре пойдем в практику. Окей, тогда что? Ну, все, тогда. Счастливо. Да, до встречи. Счастливо. Кто? Кто? Продолжение следует...